Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы решим вот такое данное интересное уравнение. Кто хочет решить данное уравнение самостоятельно, поставьте видео на стоп и решите его сами. Ну а мы начинаем решение данного уравнения. Мы видим, что это уравнение шестой степени. Уравнение степени 5 и выше неразрешимо в радикалах, как гласит нам теорема Абеля. Но в данном случае это уравнение можно упростить методом замены переменной. Если вы смотрели мое прошлое видео, вы можете его еще посмотреть, как мы четвертую степень раскрывали. Данное уравнение такого же типа решения, только потребует больших расчетов. Нам нужно сделать замену переменной. Скобки, на самом деле, трудово не похожи. То есть это никак на замену не выглядит, но ее можно найти. Найти среднее арифметическое данных двух скобок. Получается, х и х у нас одинаковы. Значит, надо найти среднее арифметическое чисел минус 2 и минус 4. Сложим эти числа и разделим на 2. Получается, минус 2 плюс минус 4 это минус 6. Минус 6 поделить на 2 это минус 3. Значит, среднее арифметическое это х минус 3. Запишем, что х минус 3 это t. Их минус 3 это t получается. Подставляем заместо х данное значение t. Получается, можно будет сказать, что х минус 3 минус 2 в 6 степени. Это получится у нас t плюс 1. Получится. Заместо t подставим это значение. Получается, t плюс 1 в степени 6. В степени 6. Плюс t минус 1 в степени 6. Равняется 64. То есть, что мы в данном случае сделали? Мы выразили х из этой формы. То есть, можно было записать, что у нас в данном случае t равняется... t равняется... Ой, точнее не t, а мы х выражаем сначала. Чтобы, наверное, лишь х подставлять. Получается, х в данном случае равен... t плюс 3. Подставляем заместо х это значение. Получается, у нас t плюс 3 минус 2. 3 минус 2 это 1. Значит, получается t плюс 1. И также аналогично со второй скобкой. Где t плюс 3 минус 4, t минус 1. То есть, t плюс 1 в 6 степени, плюс t минус 1 в 6. Пока что это нам никак не помешало избавиться от t в 6 степени. Получается, придется раскрывать эти скобки. Они, в принципе, получатся... Раскрытие нормальное. Но... Мало кто знает, как раскрывать данные скобки. Если кто не знает, как раскрыть данные скобки, вы можете перемножить t плюс 1 в 6 раз. То есть, t плюс 1 на t. И даже лучше вы можете сделать t минус 1 в 6 раз перемножить. Получите формулу для t минус 1 в 6. И примените ее t плюс 1 в 6. Только со всеми плюсами уже. Чтобы было легче потом вам раскрывать. Но... Есть еще один способ. Кто знает бином Ньютона... Бином Ньютона тоже может раскрыть данные скобки. Но мы немножечко раскроем по другому способу. Мы для начала определим, какие будут коэффициенты. И сколько будет в данном случае слагаемых в данных наших формах. То есть, есть такой треугольник Ньютона. То есть, для разных степеней. Можно... Он будет выглядеть вот так. Я вам сейчас его покажу, как легче его использовать. Вот. Можете написать сверху единица. Потом. Это было для первой степени. Для нулевой степени. Потому что любое число в нулевой степени равняется 1. Хорошо. Далее. 1 на 1 запишем. Что это такое? Это уже два слагаемых. Значит, это первая степень. То есть, можно будет записать, что А плюс Б в первой степени... Это и есть А плюс Б. А вот А плюс Б в нулевой степени, как для первой скобки, это единица. Так как любое число в нулевой степени это единица. Это единица. Все. Я думаю, вы поняли, как это делается. Хорошо. Аналогично. Единица у нас с краев остается в данном нашем треугольнике. Так вот красиво. Получается, здесь тоже можно записать 1. А здесь 1. А здесь 1 плюс 1. Это 2. Получается. Вот так можно писать. 1, 2, 1. Это уже для квадрата формула. Вы ее тоже знаете. Это где А плюс Б в квадрате. Это А квадрат плюс 2. А Б плюс Б квадрат. Вот это 2. И это является коэффициентом. Вообще, эта таблица сделана для определения коэффициентов. И слагаемых. Сколько входит в данную нашу формулу. Хорошо. Применим это для куба. Хорошо. Можно записать 1. 1 по углам. Здесь сколько получается? 1 плюс 2. Это 3. И 2 плюс 1. Тоже 3. Всем знакома форма для куба. Для разности или для суммы. Далее. Используем для четвертой степени. Запишем опять 1. 1 плюс 3. Это 4. 3 плюс 3. Это 6. 3 плюс 1. Это у нас 4. И также с краев запишем 1. Это уже для четвертой степени. Хорошо. Четвертую степень тоже все знают. Как для пятой определить? Запишем опять 1. Здесь 1 плюс 4. Это 5. 4 плюс 6. Это 10. 6 плюс 4. Тоже 10. 4 плюс 1. Это 5. И в углу опять запишем 1. Это для пятой степени было. И давайте в итоге запишем для нашей с вами шестой степени. Что нам надо сделать. Запишем опять 1. 1 плюс 5. Это 6. 5 плюс 10. Это 15. 10 плюс 10. Это 20. 10 плюс 5. Это 15. 5 плюс 1. Это 6. И в углу опять 1. То есть мы видим, что в нашу форму входит аж целых 7 чисел. 7 слагаемых войдет. И даны коэффициенты. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Все. Но данный треугольник нам все равно мало что подскажет. Вообще какие числа будут. Как они будут выглядеть. Как будут писаться. Где единица. Где t. А все довольно таки просто. Можно записать что. Можно записать сначала для разности. t минус 1 в шестой степени как будет выглядеть. А это можно сразу легко же записать что. Точнее t плюс 1 в шестой вы сможете написать. Со всеми этими коэффициентами. t в шестой. Там допустим. Плюс 6. Т в пятой. И так далее. Т четвертая. Т третья. Т вторая. Т первая степень. Вообще свободный член. И так далее. Ну. Мы не будем знать какие. Какие знаки ставить. Если у нас разность. Шестая степень из. Т минус 1. Как будет выглядеть. В данном случае. Это будет довольно таки просто выглядеть. Нам нужно всего лишь. Т минус 1 в четвертой степени. Умножить на. Т минус 1 в квадрате. Раскрыть. Т минус 1 в четвертой. Вы знаете форму. Т минус 1 в квадрате тоже. И перемножить две эти скобки. Упростить. Привести подобные. Слагаемые. Упростить это выражение. И получить. Хорошую форму в данном случае. Для нашего с вами выражения. Для нашего с вами уравнения точнее. И а. Т плюс 1 тоже самое аналогично. Только уже везде плюсы будут. Хорошо. Я сейчас вот это все писать не буду. Эти раскрытия скобок. Можно будет сразу же записать. После упрощения. Что? 2Т в шестой степени. То есть я даже сейчас. Для красоты сначала вот так допишу. Для понятия. Чтобы вы все поняли. Можно будет записать еще раз. Т плюс 1 в шестой. Плюс. Т минус 1 в шестой. Равняется 64. Вот таких уравнений. Лучше раскрыть. Т минус 1 в шестой. Потому что. Зная вот эту формулу. Вы спокойно примите. Для Т плюс 1. То есть где Т плюс 1. Там. Перед каждым коэффициентом. Будет стать плюс. А вот Т минус 1 в шестой. Вам неизвестно. Хоть мы это регулярно построили. А какой знак будет. Перед каждым коэффициентом. Стать. То есть нам нужно. Знаете как записать. Т минус 1. Четвертый. Умножить на Т минус 1 в квадрате. То есть это можно. Т минус 1 в четвертый. Сначала раскрыть. Т минус 1 в квадрате. Расскрыть. Которые вы знаете формулы. И перемножить. Две эти скобки. Привести подобные слагаемые. И после приведения подобных слагаемых. Уже решать спокойно. Дальше уравнение. Я сейчас это все писать не буду. Я уже раскрыл эти скобки. Получится что. 2Т в шестой. Плюс 15Т в четвертый. Плюс 15Т в квадрате. Точнее. Немножечко не так. Получается плюс 30. Точнее. Плюс 30Т в четвертый. Далее. Плюс 30Т в квадрате. Минус 62. Равняется нулю. Вы поняли. Откуда получилось такое уравнение. Мы раскрыли эти скобки. Привели подобные слагаемые. В шестых степенях. От которого дать. И перенесли 64 справа. И в левую часть. Противоположным знаком. Там посчитали. И получили минус 62. Все. У нас такой получился. Такое уравнение. Шестой степени. Опять же. Для облегчения. Можно сократить. Коэффициенты на 2. Получается. Т в шестой. Плюс 15Т в четвертый. Плюс 15Т в квадрате. Минус 31. Равняется нулю. Вот. Получилось такое уравнение. Это уравнение. Шестой степени. Но мы видим. Что здесь очень хорошо. Сделать замену переменной. То есть. Можно будет записать. Что Т в шестой степени. Это у нас будет. У в квадрате. И можно будет записать. Что. Получено уравнение. Уже с заменой. Получается. У в четвертый. Плюс 15У в квадрате. Плюс 15У в квадрате. Плюс 15. Минус 31. Минус 31. Равняется нулю. Мы получали с вами. Такое уравнение. Также для упрощения. Можно записать. Что 15. Минус 31. Это минус 16. Это минус 16. Равняется нулю. Это мы получили. Би квадратное уравнение. Сделаем еще одну замену. Сделаем. Запишем. Что. У в квадрате. Равняется. У в квадрате. Равняется. З. И решим. Уже. Вот такое уравнение. З в квадрате. З в квадрате. Плюс 15. Плюс 15. З. Минус 16. Равняется нулю. Решим это уравнение. При помощи дискриминанта. Пятнадцать квадрате. Это двести двадцать пять. Минус четыре. Умножить на один. Умножить на минус 16. 225. ». Получится pero... 225. Плюс 64. Это получается 289. 289. 289. 289. Это квадрат числа 17. То есть можно будет записать. Что z1. Равняется. Минус 15. Плюс 17. 17. От куренец 289. Кто не понял. Поделить на два. Получается 17 минус 15 это 2, 2 на 2 это 1. То есть z первой равняется 2. Отсюда аналогично z вторую чему равняется. Это можно записать как минус 15 минус 17. Минус 15 минус 17 это минус 32. Минус 32 пополам это минус 16. Все, наше полученное число переменную z можно подставить в формулу для прошлой замены, для предыдущей замены. И можно будет записать, что y в квадрате равняется одному. 1 то z, первый корень уравнения с z. А второе уравнение получается y в квадрате равняется минус 16. Второе уравнение решения не имеет, так как любое число в квадрате бывает только положительным. Отрицательным оно никогда не бывает. В том случае, если нас просят найти решение в области действительных чисел. А наше уравнение требует найти решение в области действительных чисел. Значит нам только действительное наше уравнение первое, где y в квадрате равняется одному. Откуда y равен плюс минус 1. Все, y мы нашли. Далее, этот y нам хорошо бы подставить в уравнение, в замену к t подставить. Можно будет дальше записать, что t в шестую равняется 1 в квадрате. Потому что мы писали, что t в шестую равняется y в квадрате. Но 1 в квадрате мы писать не будем, мы напишем сразу же 1. Получится 1. Минус 1 мы писать не будем, так как опять же число в четной степени не может быть отрицательным. Число в области действительных чисел. И значит нам только подойдет число 1, откуда t будет равняться плюс минус 1. t равняется плюс минус 1. И это t будет, можно уже подставить наше уравнение с x, уже в исходное уравнение. То есть можно будет записать, что x минус 3 равняется... Уже у нас было записано x минус 3 равняется t, значит а t это 1. Или можно записать x минус 3 равняется минус 1, так как t у нас тоже минус 1 равняется. Еще и минус 1. Все. Решая эти уравнения, получим, что x1 равняется 1 плюс 3, 4. А x2 равняется минус 5. Получается, ой, точнее минус какой, минус 1 плюс 3, это получается 2. То есть вот такое решение. x1 равняется 4, x2 равняется 2. Ответ. x1 равняется 4, а x2 равняется 2. Все. В нашем уравнении области допустимых значений не было, так как уравнение в данном случае у нас не дробно рациональное. И не иррациональное, а только в шестых степенях. То есть мы увидели в данном видео, какой мощный метод замены переменной. Мы пришли от уравнения шестой степени к уравнению линейному, то есть уравнению первой степени. Откуда решили два линейных уравнения. Из огромного уравнения шестой степени при помощи такого мощного метода, как замена переменной. У ДЗ в данном случае у нас не было, потому что здесь уравнение, как же я сказал, не дробно рациональное и не иррациональное. Так что можно убедиться, что правильность наших корней То есть это 4 и 2 Можно подставить в исходное уравнение эти числа Подставим сначала 2 2 минус 2 это 0 0 в 6 это 0 Так что забываем вообще эту часть Далее 2 минус 4 это минус 2 Минус 2 в 6 степени Минус 2 включая в скобку, занося Минус 2 в скобке Минус 2 в 6 Так как 6 это четная степень Значит при произведении любого числа в четную степень Получится положительное число Минус 2 в 6 это 64 Все, первый корень подошел Второй корень, как я помню, это 4 Подставляем 4 теперь 4 минус 2 в первую скобку это 2 2 в 6 это 64 Вторая скобка 4 минус 4 это 0 0 в 6 это 0 64 плюс 0 это 64 Все, больше никаких корней в данном уравнении нет Можно было это уравнение решить и методом подстановки Сразу же подставить и найти корни Но Могут быть найти ци какие-нибудь коревые корни Так что лучше решать И вообще в институте Или в 11 классе Вообще в 10-11 могут тоже Подстановка никак не получится Все равно везде требуют решать решение Писать, как вы решали А подстановка это плохой способ Так что надо решать все-таки И найти методы для каждого решения Для каждого уравнения Все, вот мы такое решили уравнение методом замены переменной Вот так вы решили У нас вообще сколько здесь замен было Первая замена Это мы получается Т заменяли на х Точнее х заменяли на т Потом т заменяли мы на у А у заменяли на z Вот аж сколько у нас тут замен Можно получается Посчитать, что это получается Так У нас аж целых 3 замены в данном уравнении было Замены переменной Аж целых 3 штуки было Вот мы так что и нашли Вот это решили данное уравнение Все, кому видео понравилось Ставьте лайк Всем до скорых встреч До свидания Субтитры сделал DimaTorzok